У меня, отвечаю, сдадут нервы. А что-то типа кто-то видит меня. Ребятки, это... Ну, у меня нет объяснения о том, что происходит. АБС это прям... Во! Неожиданное завершение АБС. И... А что, я бы вам показал. Translated report, full report, below. И хуево туча. Вот такой список, кнопочек. 0 умножить на 142, 65, E1, CDF, копии, Rect8, 16 бит, Tu16 бит, CSE, 4... Вы поняли? И все, вот этих строчечках до самого конца. А, то есть с АБС я не в хороших расстался. Поняли, да? Пошел ты нах... Ах ты, подошва, блецкая. Так, сейчас, подождите, подождите. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Так, ладно, что? Рассказывайте что-нибудь. Камера топовая. Камера, да. А вам видно хуй на телеке? С этой камерой видно или нет? Ребят, прошу серьезно отнестись к этому вопросу. Хуй на телеке видно или нет? Да. Вы мои умнички. Слышь, а как мне чат туда на ту сторону перевернуть? Или нахуй нам надо? Что-то я слишком заморачиваюсь. Так, ну что, рассказывайте. Что интересного вообще произошло? Что, ты кто? Ты что, подошва? Ты не знаешь, кто я? Ты должен знать меня с большой буквы. Ну, прям вот поебалась сегодня. Прикинь, кто-то пишет. Ну, я поздравляю тебя. Это действительно, ну это огромный шаг. Поебалась, это здорово. А я вот кумарюсь, если что. Ну, если вам это интересно. На протяжении уже, наверное, 7-8 месяцев. Прикинь. Ну, дрочка ж не в счет, правильно? Физической женщины не было около 8 месяцев. Слышь, а у вас постоянно такая хуйня? Ну, типа, одна ноздря полностью забита. А вторая дышит прям чудесно. 352П качество. Вы прикиньте? Ну, то есть, вообще-вообще ужасно прям видно. Я вам носки ж показывал, да, свои? Носки, бедушка. А если вы их вчера видели, то посмотрите нахуй еще раз. Скажи, какая ебаная голова придумала вот это, скажи мне? Это идеальные носочки. Ставь Лукашенко, если хочешь, чтобы я одел их. Ха, вот это. Да, хотите? Хотите? Вы точно этого хотите? Нихуя, малышечка. Просто бомба. Ебать его в рот! Посмотрите! На эти мол... Блядь! Да какая же кончалыга придумала эти носочки? Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту. А правда ощущение, что я действительно шевелю своими пальчиками? Ну да, подкрашены. Но опять же, каждый уважающий себя мужик должен подкрасить себе ногти. Я, конечно, соболезную тем, кто не красит ногти, пацаны. Я не знаю. Я бы сказал бы, конечно, на кого вы похожи, если вы не красите. Но нельзя здесь много говорить. Блядь, они настолько реалистичны. Ну вот вы бы прихуели, если бы, допустим, вот я сижу, смотрите. Ну вот такой сижу, сижу, эх-то-та. Раз мне въебало ногой. Ну, прикиньте. Давайте ближе чуть-чуть попробуем. Ну, типа, сидим-сидим, общаемся. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилась. Блядь! Ну, прикинь, на, тупо вылезла. На, въебал. Не знаю, что это какая-то хуйня. В голове у меня это было все смешнее. Чтобы вылезла нога сбоку, типа, и... Что я уже, знаете, не тот, блядь, что раньше. А у вас всегда, у вас бывает такая же хуйня? Ну, типа, в голове вы продумаете какую-то шутку? Ну, создаете логическую цепочку с подъебочками. А как только вы это начинаете озвучивать, полная хуйня. Все. Такая ебатория просто вылетает с губ, с рта. А думал, что сейчас я разъебу сейчас эту движуху. Просто разъебу. Стоит какая-то компания. Первое, что я сейчас подойду, скажу... Да? Типа шовы по центре. А подходишь, шовы по центре, а они... Фу, лох. Покурили вейпы и выебали на гироскутерах. В подкатанных джинсах. Что с качеством? Не знаю, у отца своего спроси. Что с качеством того, что он сделал? Плохое. Не отвечай, я за тебя отвечу. Качество того, что сделал твой отец, ужасное. Да настройся, сука! Ля, с телефона прям крайне неудобно отвечаю. 325П. 325П это да. Слышишь, у меня еще вопрос. Ну типа, ваш кент... Ну не знаю, у девчонок это нормальная тема. Но вот пацаны, у вас когда-нибудь кент при вас хавал банан? Ну типа, вы смотрели, как он это делает? Как он разворачивает вот шкурку, да, очищает? Как он смотрит на этот банан? Ну типа, вы понимаете, что это ужасно? При другом пацане, допустим, вот так... Это все. Это все, нахуй. Ты зашкваренный до конца дней своих. Все, там разлетятся фотографии, я... Ну это жопа. Пацан, настоящий пацан, должен только развернул и... Ну и типа, кусочек волосатой груди должен обязательно вылезти. Ну и типа, да нахуй я он со своей люткой на заводе отработал, блядь. Я аж вот так вот должен, блядь. Потому что если по-другому, все, осуждение. Ну согласитесь. Какую осу, брат? Какую осу ты зовешь? Шмеля. Блядь, резко в ухи зачесалось. Прям резко-резко. Блядь, у меня... Кстати. По поводу уха. У меня наушнички. Ну, аирподсы поняли, которые вторые. Которые вакуумные, прям вот с этими затычками в уши. Короче, была однажды история, что чувак китаец. Я проводил прямой эфир для деток, поняли? Онлайн-класс в школе. Короче, если кто не знает, я работаю балетмейстером в балетной школе. И это без рофла, я честное слово. Вот, и он получается, давай попробуем сопрячь, получается, твой телефон с моим этим. Я говорю, хорошо. Давай, он говорит, одень наушники, давай попробуем как звук, если ты отойдешь подальше, чтобы был... И, короче, я одеваю наушники, он говорит, да, я проверю качество звука. Я вытягиваю наушник, ну, безо всякого. И он вставляет себе, что-то отошел, раз, 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 раз. Короче, вытаскивает он этот наушник. И там не то, что мацанка, знаете, там прям серная шахта, блядь. Я отвечаю, куски желтые, нахуй, на моей вот этой помпочке, поняли? Вакуумной. Ничего противнее ебучей этой подошвы я никогда не испытывал. Я беру этот наушник, я, понятно, я не всовываю его в ухо. Чтобы вы понимали, вот эта помпочка потом, она снимается. Я пришел домой, я клянусь, я вычищал, тупо порошка уебал на вот эту помпу. Я хотел заказать новую, есть дополнительные помпы еще в коробке с Airpods'ами, есть дополнительные. Я померил, это будет хуйня. Выпадает. Один, получается, будет большой, другой маленький. Заказать, ну, заказать можно, но долго ждать, а нет времени. Короче, я с порошком, нахуй, вымывал вот эту вот маленькую резиновую штучку. Это крайне. Чтобы я еще раз кому-то дал свой наушник. Я понимаю, что я не какой-то там супер, знаете, отбеливаю кожу там, ну, и настолько... Нет, но следить элементарно как-то за собой, да что ж ты, сука, у тебя просто... Мне кажется, вот вы видели Шрека, да, первого, вы помните? Я отвечаю, у него можно прям вытянуть вот эту хуйню и все, и зажечь, как свечку, блядь, она будет гореть. Да осуждай сколько хочешь. Я факты говорю, блядь. Надо следить за собой. Блядь, кстати, вот это, вот эти рофлы, вот эти подъебочки по поводу облизал бы, вот это очень одобряю. А у меня Кент, ну, очень близкий Кент, Серега, и у нас постоянно была какая-то игра, вот, допустим, мы выходим с ночного клуба, да, ну, типа, у всего есть своя цена, кто-то продается, и даже не спорьте, я там, меня не купить, не продать, нихуя, продаются все, просто у кого-то дешевле цена, у кого-то дороже. И вот у нас была любимая игра, выходим с клуба, допустим, с ночного, и тупо возле урны нарыгана, вот прям, ну, нарыгана, большая, огромная, причем, что он ел, хуй его знает. Ну, красиво получилось, на снегу, вот, как вышиванка, знаете, видать, винегрет хавал, ну, прям такие рисунки, узоры. И первое, что мы спрашиваем друг с другом у Сереги, вот, сколько денег, чтобы ты сожрал вот это, прям снега, взял, блядь, и вот так вот начал жрать. Блядь, и мы всегда, фу, сначала, а потом так, а сколько лаве? И реально начинаешь представлять, за сколько денег, вот это вот всю хуйню, но самое было топовое, я сразу осуждаю, это прямая речь человека. Ну, то есть, я, кто Донецкий, тот поймет, Золотое Кольцо, центр города, Южный вокзал, и на Золотом Кольце обычно сидел мужик, старый дед, наверное, ну, уже как, ну, в возрасте мужик, лет 55-60, для вас это уже дед. И, короче, у него были ампутированы две ноги, ампутированы после, скорее всего, вследствие обморожения, ну, то есть, зрелище ебать страшное, я отвечаю, ну, просто, это ужасно, ужасно смотрится. И, что вы думаете, мы каждый раз проходили мимо этого мужика, выглядело это просто пиздец, от него воняло ужасно, ну, он еще и прибухивал, наверное, и вряд ли он купался, следил за пьеденой. И Серега постоянно спрашивал, за сколько? Вот так берешь ногу и облизываешь прям, у меня постоянно вот это, я клянусь, постоянно вот это хуйня, я, ну, просто, опять же, у меня фантазия играет ебейше. Я в ярких красках сразу себе представляю, ну, просто свои действия, как я беру, допустим, ее поднимаю, вот эту ногу и, фу, у меня рвотный рефлекс срабатывает, охуеть. Кстати, относительно рвотного рефлекса, я не знаю, как у вас и как с этим бороться, у меня все, что больше мизинца войдет в рот, не скажу, что я, знаете, больше мизинца постоянно беру в рот, нет. Вот, допустим, зубная щетка. Если я чуть дальше языка и дотрагиваюсь к небу, это все, отвечаю, это все, у меня, я буду стоять и слезы текут, я чищу этой зубной щеточкой, да, зубы и просто ебашу. Эээ, 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 стою, нахуя? А дальше, есть индивидуальная непереносимость каких-то запахов, ну, вот, допустим, опять же, я нормально отношусь, это человеческие эксперименты, это часть, блядь, живу, это биология, это нормальная тема. Тем более, ладно, вот когда мамы там подмывают жопы деткам своим, годовасикам, нахуй, это нормальная тема, ну, в смысле, этот тот же человек, он, короче, ну, вот кот у меня, у меня есть шерстяной пиздюк, которого очень прям люблю. И вот он насрет в лоток, я понимаю, что если я возьму, а насрет немного жиденько, вы простите, ради бога, я, кажется, не стрима какая-то, сука, и насрет, если он немного жиденько, то, знаете, что, лопаточкой это все не сгребешь, тогда приходится брать, а, допустим, много бумаги, да, вот салфеток, салфеток надергал, и вот это вот все начинаешь брать, И если чуть-чуть у меня дотрагивается до мизинца, во-первых, стойкий запах вот этого кошачьего, поняли? И я пока несу в туалет, у меня... Я несу и постоянно вот этой хуйней я выкаю, блядь. Того рост, блядь. Как избавиться от этой хуйни, я не пойму. Но давайте плюсы. Ну, то есть, я не смогу кому-то отсос сделать, и это радует. То есть, возможность переобуться и стать этим, ну, вряд ли получится. Потому что, ну, как его погасить, этот рефлекс? Да, но, опять же, здесь ничего такого. Ну, чисто, я же не обижаю людей. Нет, я говорю, к сожалению, у меня не получится. Я бы хотел бы, но не получится, потому как рефлекс. Мне сильно светит лампа в лицо. Вы не против, если отец оденет очки? И красиво. Вот, прям как в боевичках, знаете, он сейчас... Хорош, да? Эффектно. Это нахуй эффектно.